И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Мы продолжаем тестировать устройство на страйкер в перебалансировочке. Сегодня у нас на тесте пусковая установочка охотник. Хотелось сказать уже уран, но это охотник. И тестить мы его будем сегодня с таким замечательнейшим корпусом арест. И он тоже подвергся изменениям и, ну можно так сказать, был немного занерфлен в своей мощи именно по полету по карте. То есть теперь им управлять немножечко потяжелее, но, наверное, на это мы особое внимание обращать не будем. Берем его, берем страйкерочек с охотником плюс бустер и отправляемся в матчмейкинг тестить данное замечательное устройство. У этого устройства очень большое количество различных плюсов и, возможно, сегодня оно покажет себя максимально грамотно и качественно. Есть разные схемы качественного использования данного устройства и один из вариантов сегодня вместе с вами мы постараемся реализовать. Если получится, то будет очень круто. Но если нет, ну значит я, ну блог, который не умеет играть. Что я могу сказать? Ладно, все. Стартуем. В чем же плюс данного устройства, скажете вы мне? Можно давать первую очень быструю сводку и за этой сводкой сразу летит моментальный второй выстрел. И, конечно же, при всем этом раскладе, если у вас еще и вылетает критический урон, то он идет с х2 мощностью. Соответственно, если обычный выстрел, то у вас, например, тысячоночка вылетает, то с критом это два кэсика плюс игнор брони, ну и тотальная доминация над любым противником. Соответственно, вы получаете очень мощную, такую замечательную комбушку. Поэтому пробуем реализовывать и надеемся на то, что у меня получится здесь с этим устройством жестко зафармить, жестко зафармить. Так, есть молодой, хоп, сводочку ему, хоп, добавку ему сразу, хоп, на перезарядке еще один выстрел. Шикарно, очень быстрые тайминги работают и у меня уже очень быстро копится овердрайв. Соответственно, надо его как-то юзать где-нибудь на прямой дороге и, ну, за счет этого можно либо пожить, либо кого-нибудь чепокнуть. Сейчас посмотрим, что тут у нас будет получаться. Первую сводочку, а, и второй выстрел, к сожалению, промахиваюсь. Ладно, сразу шар пущу, кпшки себе чуть-чуть подмучу. Так, сводочку. Это, кстати, комбинация пушки и летающего корпуса очень хорошо сочетается с Крусейдером. Если у вас у кого-то он есть, то можете брать себе на заметку и его юзать. У меня просто Крусейдера нету, поэтому я все это дело реализовываю непосредственно с Аресиком. Ну, получается очень неплохо, да, то есть вот эти вот два быстрых выстрела в один тайминг очень аппетитно смотрятся. И, по сути, ну, имба, имба, наверное, имба, я не знаю, что здесь еще сказать по этому поводу. Главное, конечно, потянуть эту каточку. Противник пока что здесь акцентирует внимание на захватах. Попробуем слить его. Хорошо, залетает, там еще пантер стопит. Даем выстрел раз, даем выстрел два. Прожимаем овердрайв, дабы фулл хп себе поднять. Ну, и теперь можно еще и точку захватить. Да, еще бы с этой точкой было бы неплохо урон нанести оппоненту. Первый неплохой, второй тоже неплохой. Даже на стрейфах на Аресе можно. Человек давать неплохо. Не, даже не думал, что это будет работать. Так, за три минуты 12 килов. Килов не сказать, что прям очень много, но для такой катки, для 6 на 6, я считаю, что это очень хороший результат. Хоть и для, наверное, какой-то обычной катки, казалось бы, маловато. Но здесь это очень неплохо. 300 очков, плюс захватываем точки. Ну и пробуем не отдавать камбэк противнику. Два быстрых выстрела добавляем. Точка под контролем, справа уже утекает точка из нашего контроля. Можно впустить шар. Может быть, нет, никого не убьет мой шар. К сожалению. Хорошую тыщеночку скрита даю. Прожму аптеку. Дабы мог прожать здесь бустерочек. Хороший. С критов, конечно, было бы побольше на этом страйкере. Была бы вообще габельная для любого оппонента. Но так, особо большого количества критов нету с этим устройством. Но, вот когда так обычным даешь выстрелом, крит бывает тоже вылетает. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. 17 килов. 2.30 до конца. Попробуем еще сыграть в осаде. В контроле точек, в принципе, все понятно. Да, как и уран. Себя довольно прикольно камбушка показывает. Но, вот посмотрим, что будет в осаде. То есть, это, по сути, даже комбинация, которая не контрится против купола. Если я играл на хоре страйкере, то там было, ну, не все прям так very wonderful. То здесь должно быть прям очень хорошо. Но мы это еще посмотрим. Может быть, я ошибаюсь. Ой, хорошие тычки залетели. Шикарно. Еще и молодой в минус отлетает. А мы выигрываем катку за 5 минут. За 5 минут мы получаем с 18 килов 3000. Очень неплохо. Так, контроль точек нам больше не нужен. Мы пикаем куда? Мы пикаем в осадочку. В осадочку. Пробуем реализовать все это дело в осаде. Надеюсь, что у меня получится. Если получится, то будет очень-очень даже достойно. Достойно. Ну, пока мне нравится. Да, то есть, если сравнить уран с охотником, то, как по мне, охотник даже себя поинтереснее показывает. За счет этой быстрой первой сводки. То есть, у тебя, во-первых, 100% выстрел, который, можно так сказать, достигает практически всегда цели при любом раскладе. И идет второй моментальный выстрел. То есть, вы даете, как я уже вчера говорил в видеоролике, когда записывал с ураном, у вас получается, как страйкер работает, как дуплет на молоте. То есть, у вас есть два выстрела быстрых. Ну, и тут валерьяночка, походу. Ой, с обездвиживающимися головками. Ой, это очень больно сейчас будет. Я, честно, не знаю, как мне сейчас против вот этой вот комбинации играть. Но это будет сейчас очень больно. Я сразу посмотрю, у меня есть устройство на корпус. А у меня иммунитета от оглушения нету, это Габелла. У меня просто нет иммунитета от оглушения. И это устройство, которое меня будет просто сейчас уносить в весь этот бой. И, ну, я не знаю, как его контрить. Я не знаю. Это комбуля меня просто будет сейчас хавать на протяжении всей катки. И это, ну, тот же самый охотник, грубо говоря, да. Только это охотник, который дополнительно еще и обездвиживает тебя. То есть, это в сумме получается еще мощнее комбина, чем мой охотник. Да, по сути, то есть, как бы, у него есть еще и дополнительное преимущество. Ну, не прикольно видеть против себя это устройство. Да, ну, что поделаешь. Будем пробовать. Будем пробовать выигрывать. Уже ничего не остается. Надо стараться тянуть эту катку. Пока противник особо не может захватить точку. Это хорошо. Может быть, у нас есть небольшой шансик. Все-таки чпокнуть эту катку. Если это так, то будет неплохо. Если выиграем. Пробуем. Пробуем забирать. Рез пускает. Очень неприятный. Свой овердрайв. Ой, хороший выстрел. Шикарный. Я, кстати, вот только не заметил одного. Со сводки можно ли дать крит? Или со сводки крит не дается. Дается только обычным выстрелом крит. Если кто шарит, напишите по этому поводу в комментариях. Походу, только с обычного выстрела есть крит. Но жестко. Все равно жестко. То есть, вот если еще бы у меня бездвиживающие боеголовки были, это была бы вообще габельная, конкретная. Но, как вы видите, даже без... бездвиживающих боеголовок получается очень круто. Получается очень круто. Сливаем всех. Ой, хорошо, еще и точку. Сейвим. Шикарно. Было бы неплохо, конечно, ее захватить. Чтобы ее захватить, надо неплохо так запотеть. А, вот, крит есть. Да, все нормально. Со сводки крит летит. Тогда вообще шикарно. Если со сводки летит крит, то шикарно. Ой, есть шанс захватить. Может быть, наши тиммейты сейчас захватят. Это будет вообще жестко, если получится. Если получится захватить, это будет жестко. Ай, сливают последнего тиммейта, к сожалению. Обидно. Ну, это была прям НТшечка неплохая такая. Неплохая НТшечка была. Ой, хорошие два выстрела. Шикарные просто. Залетают тиммейты. Что у нас там? Контрят пока что, да? Пока точку контрят. И мы пока держимся, можно так сказать. Держимся. Плову резистов от страйкера в матчмейкинге нет. Нет. Вообще нет. Никто не юзает, но страйкер показывает себя максимально круто. Это так, чисто на заметку. Это очень странно. Для меня лично. Для меня лично очень странно. Почему никто не юзает? О, в коем-то веке мне команда неплохая попалась. Я уж думал. Нормальных команд в матчмейкинге больше нет. И они никогда не попадаются. Как думается? Еще бывает. Попадаются неплохие команды. О, хорошо. Найс. Чпокаем. 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 Ну, что за лаги? Хорошо. Найс. Может шанс есть. На захватку. На захваточку шанс. Шанс на захваточку есть. У нас. Небольшой хотя бы. Небольшой шансовский. На захватку. Валерияночку будет ее слить. Ой, хорошая сводка. На четверочку видали? Мамонт. Надо овер завязать было. Мамонту надо было овер юзнуть. Был шанс захватить. Тогда бы. Только надо было это делать чуть пораньше. Он что-то как-то затупит. Затупил молодой. И два титана не имеют ни один, ни второй. К сожалению. Овердрайва. Ой-ой-ой. Как печально. Блин, а мы в итоге не захватываем эту точку. Обидно. А шансы были? А шансы были неплохие. А шансы были неплохие. Если бы сейчас захватили, было бы вообще круто. К сожалению, нет. Главное сейчас не потерять точку. Попробуем. Не терять. Хорошие две тычки. Третью добавку. Хорошо. Обнулилочка. Работала. Ну и сейчас может быть. Может быть наши тиммейты сумеют. Все-таки за минутку камбэкнуть всю эту тему. Так, 20 киллов у меня. По киллам неплохо. Ну как бы это просто потная катка. Я здесь не особо смотрю даже на киллы. Но сам себя страйкер показывает максимально хорошо. Максимально прям четко. Да, плюс надо еще не забывать, что эти обездвиживающие боеголовки меня контрят очень жестко. То есть это, считайте, сколько тайминга я теряю из-за обездвиживающих боеголовок. Это надо тоже учитывать. Ну ладно. Все, пробуем. Есть шанс на захват. Есть шанс на захват у нас. Можно сейчас попробовать. Все дело реализовать. Может быть получится. Может быть у нас сейчас получится. Может быть. Если захватят за 10 секунд. 10 секунд не дать противнику подхватить. Есть шанс. 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 Ай, к сожалению. Ничья, блин. Не хватило. Там буквально одной секундочки можно было бы поднять. Как-то так, друзья. Как-то так. Не сказать, что это прям супер. Два шикарных боя, которые показывают данное устройство. Но сам принцип вы должны понимать. И я уверен, что если я бы сейчас пикнул бы в еще один бой. Да, только видос уже получится очень долгий. Но если бы я бы пикнул в еще один бой, где не столкнулся бы, например, с условным страйкером, который жестко контрит меня. То с этим устройством в осаде можно дать при такой комбине больше 30 килов стабильно. И охотник даст вам возможность полноценно раскрыться и вооружению в целом, и, ну, самой как бы пушке. И этому всему механизму, да. То есть, быстрой сводке и второму моментальному выстрелу. Плюс этот дополнительный Х2 крит, плюс бустер. И по итогу мы имеем очень крутую, жесткую машину-убийцу. Поэтому как-то так, друзья, берите на заметку. Я считаю, что это устройство сейчас показывает себя лучше, чем уран. И по праву с ним можно очень грамотно и жестко фармить крестулики. Поэтому как-то так. Если понравился видеоролик, обязательно забывайте поддерживать его лайком. Подписываться на канал, если еще этого не сделали. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.